Здравствуйте! Сегодня поговорим о наиболее важной теме на сегодня. Это профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. Новая коронавирусная инфекция является острым респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус SARS-CoV-2 в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации относится ко второй группе патогенности. Здесь на рисунке вы видите, сколько живет коронавирус в внешней среде. Начнем с самой маленькой. На алюминиевой посуде 2 до 8 часов. Хирургические перчатки 8 часов, сталь 48 часов, дерево 4 дня, стекло 4 дня, бумага 4-5 дней, пластик 5 дней. Мойте руки с мылом и водой и обрабатывайте санитайзером с содержанием спирта не менее 60% после прикосновения к потенциально опасным поверхностям и предметам. Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителя гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций ОРВИ? Для того, чтобы предварить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы. Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем. При чихании в кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли, его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях. Мелкие долго находятся в воздухе и переносятся на расстояние до нескольких сот метров. При этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека. Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Гигиена при ОРВИ и гриппе. Пользуйтесь одноразовой бумажной салфеткой при чихании кашля и насморке. Не прикасайтесь к лицу немытыми руками. Чаще мойте руки. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками на спиртовой основе. Оставайтесь дома в период массовых заболеваний. Ограничьте контакты с заболевшими людьми. Влажную уборку дома ежедневно. Пользуйтесь одноразовой маской. Как не заразиться? Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновения к дверным ручкам, деньгам, архтехнике, общественной пользой на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию не менее 20 секунд и последующему полному осушению рук. После возвращения с улицы домой вымыть руки и лицо с мылом. Промыть нос изотоническим раствором соли. Прикасаться к лицу, глазам только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук используйте дефицирующие средства на спиртовой основе или воспользуйтесь одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу. Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа. Повторно использовать маску нельзя. Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей. Распущенные волосы часто контактируют с лицом, увеличивают риск инфицирования. Избегать близких контактов и пребываний в одном помещении с людьми, имеющим видимые признаки урви – кашель, чихание, выделение из носа. Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и похожествам в общественных пространствах. Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Чаще проветривать помещение. Не пользоваться общими полотенцами. Как не заразить окружающих? Минимизировать телесный контакт со здоровыми людьми. Приветственные рукопожатия, поцелуи. Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным транспортом, использовать одноразовую маску обязательно, меняя ее на новую каждый час. При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности одноразовым платком, если его нет ладонями или локтевым сгибом. Пользоваться только личной или одноразовой посудой. Изолировать и одомочаться свои предметы личной гиены – зубную щетку, мочалку, полотенце. Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключатели, панели, управление архтехникой. В Российской Федерации принят новый нормативный документ профилактики новой коронавирусной инфекции, который вступил в силу с 7 июня 2020 года и действует до 1 января 2021 года. В целях профилактики возникновения и распространения данной инфекции предусмотрены определенные требования. Грипп, коронавирус, другие ОРВИ поможет маска. В период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции. Эти вирусы передаются от человека к человеку, преимущественно воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с зараженным человеком. Заражение может происходить в результате непосредственно или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного. Использование одноразовой медицинской маской предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы через нос и рот. Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи симптомами вирусного респираторного заболевания. Если вы больны или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям. Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, вам необходимо обратиться к врачу и заблевременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания. Носите маску, когда находитесь в людных местах. Используйте маску однократно. Повторное использование маски недопустимо. Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую. После использования маски, после прикосновения к использованной маске, выбросьте ее и вымойте руки с мылом. Одноразовая медицинская маска при правильном использовании – надежный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ВРВИ. Использование одноразовой маски снижает вероятность заражения коронавирусом COVID-19. Надевайте маску в закрытых помещениях, в местах большого скопления людей, при контактах с людьми с симптомом вирусного респираторного заболевания. Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок. При наличии вшитого крепления в области носа, его надо плотно прижать к спинке носа. Если на маске есть специальные складки, расправьте их. Носить маску на безлюдных открытых пространствах нецелесообразно. Повторно использовать маску нельзя. Только в сочетании тщательной гигиены рук и карантинными мерами использования маски будет максимально эффективно для предотвращения заражения и распространения коронавируса. Чек-лист чистоты. Что к чему мы прикасаемся, чаще всего должно быть чистым. Это ручки дверей и шкафов, настенные выключатели, кнопки бытовых приборов, поверхности столешниц полок, панели бытовой техники, раковины, смесители, пульты, клавиатура ROR с техниками и мышкой, ключи, преддверный коврик. Очищайте при каждой уборке. Уборка дома. Алгоритм действий. Наденьте удобную одежду для уборки, перчатки, маску. Подготовьте уборочный унитарь, моющий и дезинфицирующий средства, откройте окна для проветривания. Убедите, что дети и домашние животные не помешают уборке. Начните очистку пола, ковровых покрытий и других поверхностей с удаления всех, видимо, загрязнений мусора и пыли. Затем протрите поверхности с мыльной водой или с универсальным чистящим средством. Затем нанесите дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией к нему. После уборки снимите маску, одноразовые перчатки, поместите их в полиэтиленовый пакет и утилизируйте, отделив от бытовых отходов. Примите душ и переоденьтесь. Что понадобится для уборки? Какие средства? Перчатки, одноразовая маска, одежда для уборки, пластиковые пакеты для утилизации мусора, тряпки или ветошь для уборки, моющие дезинфицирующие средства, ведро, швабра. Мойте пол от стен к центру и далее к выходу. Не наступайте на уже очищенные места. Использованные при уборке ветошь прополощите в дезинфицирующем растворе и высушите. Использованные при уборке одноразовые тряпки утилизируйте вместе с маской и перчатками. Используйте средства на основе спирта, не менее 60% или хлора. Материалами для лабораторных исследований на COVID-19 являются. Респираторный материал для исследования методом полимеразной цепной реакции. Мазок из носоглотки и ротоглотки макрота при наличии. Или эндотрахеальный аспират или бронхоальвеолярный лаваш. Сыворотка крови для сывологического исследования при использовании иммуноферментного анализа. Аутоптата легких, трахея, селезенки для посмертной диагностики. Здесь вот можно ознакомиться, как выполняется тест на коронавирус. Берется мазок, палочка ватная в пробирок, направляется в лабораторию. Здесь отделяется РНК вируса. Дальше делают тесты РНК преобразованием. Биоматериал пациента преобразуем в последовательность ДНК. Полученные образители однократно нагревают и охлаждают, и смотрят. Если генетический материал коронавируса сможет прикрепиться к образцу, результат положительный, то цепочка ДНК удлиняется. Если генетический материал коронавируса не может прикрепиться к образцу, цепочка ДНК не удлиняется. Результат отрицательный. Если тест положительный, делается подтверждающий тест. Лаборатория повещает врача и департамент здравоохранения. Мероприятия направлены на разрыв механизма передачи инфекции являются соблюдение всеми физическими лицами правил личной гены – мыть ее рук, использование антисептиков медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров, организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания, объектах торговли и транспорта, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение организациям индивидуальным предпринимателем проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях, использование оборудования по обеззараживанию воздуха, создание запаса дезинфицирующих средств, ограничение или отмена выезда за пределы территории Российской Федерации, организация выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу, использование мер социального разобщения, временное прекращение работы предприятий общественного питания, розничной торговли, за исключением торговли товаров первой необходимости, Переход на удаленный режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций, ограничение или отмена проведения массовых мероприятий в развлекательных, культурных и спортивных. К группам риска заболеваний COVID-19 относятся. Прежде всего, это люди в возрасте 65 лет и старше, больные хроническими заболеваниями, работники медицинских организаций. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более. Инфекция передается от больного человека здоровым при близких контактах. Когда больной чихает, кашляет рядом с вами, реже посещайте общественные места, магазины, аптеки, МФЦ, банки. Избивайте необязательных поездок в общественном транспорте, особенно в часы пик. Чаще мойте руки с мэлом. Не трогайте немытыми руками лицо, рот, нос и глаза. При кашле чихами прикрывайте рот и нос одноразовой бумажной салфеткой и выбрасывайте ее сразу после использования. Протирайте влажно-антисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественных местах в транспорте. Попросите близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, подберите необходимых товаров в случае любого недомогания. Не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если у вас признаки простуды и ваши близкие выезжали за рубеж последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию. Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты, настаивайте на их обращение за медицинской помощью. Берегите себя и будьте здоровы. Противоэпидемические мероприятия связаны с госпитализацией лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и профилактикой внутрибольничного инфицирования. Госпитализация лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и лиц с подозрением на данное заболевание осуществляется в том числе по эпидемиологическим показаниям. Проживание в общежитии, отсутствие возможности самоизоляции при наличии в окружении указанных лиц, лиц, относящихся к группе риска. Организация проведения дезинфекции в целях профилактики COVID-19. В целях профилактики COVID-19 проводят профилактическую отчаговую текущую заключительную дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Распотребнадзор. Правила профилактики новой коронавирусной инфекции. Защити себя. Защити себя. Здесь очень красиво. На каждую заглавную буковку у нас отображается информация. И получается собрать по первым заглавным буквам защити. Первая З буковка. Закрывайте рот и нос при чихании и кашле. А буковка. Антисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности. Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской. Избегайте людных мест и контактов с больными людьми. Только врач может поставить диагноз. Вызовите врача, если заболели. Используйте индульные средства личной гигиены. Меры профилактики при доставке готовых блюд. Соблюдение курьерами правил личной гигиены. Медицинская маска, перчатки, дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук. Работа курьеров. В чистой форме надежды, с чистыми предзинфицированными емкостями. Транспортировки готовых блюд. С личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке. Маркировка готовых блюд отражает. Наименование пищевой продукции. Количество пищевой продукции. Дату изготовления пищевой продукции. Срок годности пищевой продукции. Условия хранения пищевой продукции. Наименование и место нахождения изготовителя. Пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя пищевой продукции. Безопасное вручение заказа потребителя. Бесконтактная оплата заказа с помощью онлайн-оплаты. Бесконтактная доставка заказа по адресам. При оплате через мобильный терминал протирать его дезинфицирующим средством после каждого клиента При вручении заказа курьеру по доставке готовых блюд поставить емкость в короб у двери Отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить о доставке клиенту по телефону